Проснулись, значит все работает. Вода есть, свет есть, уже прекрасно. Сейчас, кстати, люди, вот последнее только время, все умные люди начали ценить электричество и воду. Раньше, до этого начали ценить воздух. Когда был коронавирус, то во время коронавируса многие задумались о том, что дышать это огромный подарок, огромное привилегие, которое может этот подарок, не дай бог, прекратиться из-за маленького-маленького вот такого вируса с короной. Они говорят, Бога не хотите короновать? Вы не хотите верить в царя царей? Вот вам, значит, вирус с короной, который вы будете все бояться в течение года. Будете сидеть по домам и бояться вот этого маленького микроба. Потом люди начали ценить воздух. Да, я помню в то время, многие люди начали ценить, спасибо Всевышний, да, возможно, самостоятельно дышать, спасибо тебе, что я могу дышать, спасибо за каждый вдох. То есть реально были люди и среди моих знакомых, которые все перестали дышать и все, и умерли, ушли из этого мира. Я вообще считаю, что надо назвать вещи своими именами, да? Поэтому человек не умирает, человек уходит из этого мира. Уходит в мир следующий. И если бы мы использовали вот это выражение, да, уходит из этого мира, то совершенно другое тогда вообще ко всему отношение. Что значит умер? Но люди повторяют вот эти вот слова, где он умер, куда он умер, ушел, ушел из этого мира. И мы с вами изучаем пути праведников. Праведники это такие люди, которые все делают правильно. Это те люди, которые действуют так, как Всевышний сказал действовать. То есть есть правое, оно правое. Есть левое, оно левое. Вот мы изучаем пути праведников. Вот многие, особенно мои знакомые, особенно в Израиле, они привыкли жаловаться. То есть у них такая есть программа, да? То есть эта программа идет у людей с детства, например, да? Если жалуешься, никто не завидует. Логично. Если жалуешься, может что-то тебе дадут. Значит, тоже логично. И многие люди потом привыкают к этой программе с детства. И они потом всю жизнь, они жалуются, думают, что их кто-то пожалеет. И никто им не завидует. Ну понятно, что тому, кто жалуется, никто не позавидует. И может что-то и дадут. Как бы самому жалующемуся, если он верит в эти свои жалобы, ему плохо. Он может до такой степени нажаловаться, что просто впасть в депрессию, плакать и рыдать. И поверить сам, что плохо. И сейчас многие, даже вот мои хорошие знакомые, они в Израиле, они почему-то жалуются, боятся, рассказывают, что что-то там правительство и армия что-то делают не то, и не так, и не то, и вообще. Это абсолютно неправильно. В Торе есть конкретная история, как жалобы, именно вот мы сейчас находимся вперед, перед девятым ава. И первое, девятое ава, первое девятое ава, да, это, оно было, когда пришли разведчики как раз из земли Израиля, с разведки, и начали дискредитировать, есть такое слово, дискредитация. Начали дискредитировать возможности Всевышнего еврейского народа прийти в землю обетованную, в которую Бог их привел. Из-за того, что они всю ночь тогда жаловались, плакали и дискредитировали Всевышнего и землю Израиля, то Всевышний сказал, вот этих жалобщиков, они действительно недостойны получать от жизни ничего хорошего. Потому что раз они верят, что будет плохо, это их вера, а каждому по его вере и будет. То есть, если человек верит, что будет плохо, и он долго и нудно это повторяет, и он долго и нудно это мусолит, что все будет плохо, то Всевышний говорит, ну уже как хочешь, выбираешь плохо, значит и получаем. Не дай Бог. Но сейчас большая часть еврейского народа и вообще все прогрессивные люди мира, которые слушают Роти Вайкра, я считаю, что Роти Вайкра слушают самые прогрессивные люди мира. Спасибо вам огромное, что вы приходите, поддерживаете, слушаете, учитесь, молитесь. Давайте помолимся, чтобы быстрее наступил мир, чтобы Всевышний увидел, что те, которые, значит, жалобщите, они и так уже не исправятся, пессимисты. А хорошие люди, добрые уже не должны страдать из-за этих вот жалобщиков, которым все им не хватает, все им плохо, все им не так. И вот они, значит, все им не так, и они начинают воевать, как будто бы с помощью войны все им будет так. А им-то так никогда не будет. Люди, которые недовольны, им никогда так не будет. А те люди, которые умеют благодарить Всевышнего, так они будут всегда его благодарить и радоваться. В общем, благодаря нашей учебе, молитвам, я вам говорю, будет скоро мир, закончится война к выборам и в Украине с Россией, и в Израиле к выборам закончится война. И добро победит, как всегда побеждало на протяжении всей истории, добро всегда побеждало. Все, людей все больше, добра все больше, жизнь все длиннее, счастья все больше, нужно только научиться его замечать. Потому что люди, которые неблагодарны, они его не замечают. И пусть будет рфаш ламали, верет бат лидия, и пусть будет полное выздоровление всем хорошим, добрым людям, которые нуждаются в выздоровлении, их близким. Мы продолжаем изучать процесс, который называется чува, раскаяние. Значит, раскаяние это процесс, который Всевышний предусмотрел, если человек заходит не туда в своих мыслях, решениях и действиях. То есть, если он ошибался и думал, решал, действовал неправильно, то он может сделать процесс раскаяния, откатиться до предыдущей версии. И здесь мы изучаем сейчас 20, ну, до этого мы изучили, почему это важно, почему это важно сделать быстро сейчас, а не откладывать на потом. Сейчас мы изучаем 20 лайфхаков, 20 инструментов, которые помогают в этом процессе. Мы дошли уже до шестого инструмента, который помогает в процессе раскаяния. Шестой инструмент называется стыд. Я помню, с детства меня стыдили, да, ну, вообще была в советской школе воспитания, было, ну, стыдить кого-то было принято, да. Я помню этот стих, знаменитый стих, на котором воспитано, в принципе, поколение советских детей. И вот, значит, как тебе не стыдно, Пентусевич, я слышал с детства миллион, наверное, раз с объяснениями, почему мне должно быть стыдно и как мне будет плохо, если мне не будет стыдно. Но в основном приучали стыдиться людей. Вот, значит, если ты людей стыдиться не будешь в каких-то там аспектах своего поведения и действий, да, то будет тебе, конечно, очень плохо в жизни. Так меня пугали всю мою жизнь. И в детстве, я думаю, вас тоже. Если глубже копнуть вот в этот вот стыд, да, то давали какие-то правила поведения, которые, ну, которые были выгодны воспитателям и тем людям, которые нас воспитывали. И приучали к внутреннему такому голосу, вот этому, да, что если ты нарушаешь те правила, которые тебе дали, то тебе должно быть внутри плохо и больно. И, в принципе, вот это вот чувство стыда. Была у нас целая глава про стыд, и я думаю, что реально мы ее хорошо помним. Поэтому нужно будет повторить потом. Кто хочет, найдите урок предыдущий. У нас была врата стыда, и там было очень развернуто про стыд. Мы учили в этой книге. Но я помню, что выводом, какой у меня был вывод из этого, что ощущение стыда перед Всевышним, оно очень сильно человеку помогает. Вот здесь он пишет об этом именно, да. Стыд помогает сделать шоу. Как сказано, устыдился и был посрамлен, и понес я позор юности своей, пророк Ирме говорил. И вот он говорит так. Перед людьми человек стыдится совершить преступление. Как же не постыдиться он перед Всевышним? А о стыде мы уже разъяснили в главе врата стыда. То есть, вот этот вот стыд перед Всевышним, он должен помогать человеку, очень сильно, должен помогать человеку не грешить. Или, если он согрешил, вернуться в своих вот этих вот ошибках. То есть, как вернуться, мы знаем, процесс раскаяния, он очень простой. Ты вспоминаешь, за что ты делаешь шоу, говоришь вслух отсюда на иврите, вслух сказать, что я согрешил, это называется ведуй, ведуй. И исповедь, исповедь, это вот из этого корня пошло, только в христианстве. Исповедь это перед тем-то, а в иудаизме только перед Богом. Значит, если ты кого-то обидел, то ты тогда должен перед ним сказать, извини меня, попросить прощения. Чува раскаяния, это сожалеть о том, что ты сделал, сказать вслух, что ты об этом сожалеешь, принять решение этого не делать и не делать. Все, вот это вот, как бы процесс чувы. Если ты это делаешь искренне перед Всевышним, и Всевышний, который тебя как просвечивает, да, он внутри, не то, что он снаружи просвечивает. Освечивает. Душа-то, она внутри наполняет человека. И Всевышний, он внутри каждой мысли, каждого действия, он внутри всего. И в духовном мире, я сейчас рукой махнул, а в духовном мире, как, знаете, как в... То, что вы меня сейчас видите на компьютере где-то или на телефоне, это по воздуху через интернет к вам летят, летят единички и нолики. Код летит. Я не знаю, как он летит. Для меня это всегда была загадка. Я про Всевышнего еще как-то могу представить и понять, да? А как летят нолики и единички через воздух и передают меня вот сейчас вам, я не понимаю. И как мне не старались объяснять, вот мне это непонятно. Но если я махнул рукой, и что в духовном мире произошел тот же процесс, что и запись фотографии в облако или фильма, это мне понятно. То есть мне понятно, что каждый человек своими мыслями, действиями, словами оставляет след в духовном мире. Потом через этот след ему возвращаются следующие какие-то этапы его реальности. И все это называется Всесильный, Всевышний, Бог, который этим всем, всю эту систему он как раз создал, и он и есть эта система. И теперь человек, который отражение этого Бога в этом нижнем мире материальном, если он своими мыслями, решениями и действиями возвращается как бы в прошлое и говорит, я раскаиваюсь, я сожалею в том, что я сделал, то это как будто бы ты оттуда из облака достаешь вот эту фотографию, и ты начинаешь ее редактировать. И ты один раз ее отредактировал, второй раз отредактировал, третий отредактировал, четвертый. Всевышний говорит, ну давай проверим, образно говорит, да? И тебе идет подобная ситуация, в которой, если ты уже по-новому действовал, и действительно это твое раскаяние было искреннее, значит, та фотография удаляется, стирается. Значит, и что поможет очистить вот это вот редактирование старых неправильных действий? Шестой лайфхак, чтобы отредактировать, нужно стыдиться. Значит, стыд за то, что ты делал тогда. Если мне стыдно за то, что я делал, вот я сейчас постыжусь за многие поступки. Прям реально мне так стыдно. Думаю, господи, как я мог так делать? Мне реально очень стыдно за некоторые свои поступки. Я в этот момент их как бы отретушировал там, стер. И если я искренне возвращаюсь, я каждый емкий пурс, специально есть день в году и месяц перед Рошашана, когда нужно пересматривать свою жизнь. Вот мы приближаемся сейчас, закончится месяц Ав, вот этот вот, да, и начнется месяц Илуль. И в месяце Илули мы как раз пересматриваем, просматриваем мы свою жизнь. Это называется как хишбон-эфиш. И готовимся к Рошашана. Это день суда, судный день. И когда... А потом Йом-Типур, это стирание. А есть еще 10 дней специально для раскаяния между Рошашаной и Йом-Типуром, когда только надо заниматься пересмотром своей жизни, своего прошлого и раскаянием. И к Йом-Типуру это день, который полностью обнуление всех программ. И тот, кто правильно к нему подготовился, он выходит из Йом-Типура. Новый вообще, новый файл, чистая вообще, чистый операционный диск. И ты, значит, все выходишь, у тебя классные планы в духовном плане развития, хорошие новые действия, новая жизнь. И ты, значит, все, все, что ты хочешь, это действует по правилам Всевышнего. Всевышний говорит, все, он праведник, даю ему хорошую жизнь, на тебе. Седьмое, значит, седьмой лайфхак. Чтобы сделать шву раскаяния, нужно такое качество, как смирение. Смирение Ахна и Шифлут. Значит, что такое Ахна и Шифлут? Человек это набор идей. Например, возьмем меня. Кто я? Меня вот спрашивает, например, там, Анна или Эстер, или Анна Генриховна меня спрашивает. Пускай лучше Анна Генриховна. Она спрашивает, Ицхак, а ты кто? И у меня тут же всплывает набор идей о том, кто такой Ицхак. Я говорю, ну, Анна Генриховна, я, значит, родился в Харькове. Я начинаю ей рассказывать историю, которую мне рассказали. Потому что бывает, что человек думает всю жизнь, что он родился в Харькове, а потом ему мама перед смертью, там, не дай бог, или кто-то там, ему говорит, знаешь, сынок, родился-то ты в Бештеке. Просто мы тебе всю жизнь рассказывали, что ты в Харькове родился, но по факту-то ты в Бештексте. И человек такой говорит, как? Я же всю жизнь верил, что я из Харькова. Всем рассказывал. Анне Генрихам не рассказывал, что я из Харькова. Я себя считал харьковчанином всю свою жизнь. А я, оказывается, из Бештека? Да, сынок, ты из Бештека. Все. И мы видим, что все, что человек о себе думает, он может о себе думать все, что угодно, но это не более, чем набор привычных идей, в которые он верит. Теперь человек, который сильно верит в эти идеи, он называется высокомерный, он называется гордец, он называется глупец, может быть, он называется тоже. Потому что если он не разбирается, что идеи – это идеи, то он глупец, можно тоже назвать так. Да, потому что надо же понимать, что любая идея… Значит, не один человек рассказывал там греческую мифологию. И он говорит, вот смотрите, там вот в греческой мифологии написано так, а вот в Торе написано так. В греческой так, а так, значит… Я ему говорю, ну послушайте, есть огромная разница. Он говорит, какая? Я говорю, Тора – это правда. А греческая мифология выдумали. Я же верю в то, что Тора – это правда. Это моя вера в то, что Тора – правда. А если человек верит очень сильно в то, что он там прав, если человек верит в то, что он… Ну, во что-то он сильно верит, то у него нет вот этого качества. Ахна – это как покорность, и шифлут – это приниженность такая, да? Шифлут – это как низина, да? Шфила – это низина. Что имеется в виду? Царь Давид, когда он исповедовался, и он признал свою вину, когда к нему пришел пророк Натан, к нему пришел пророк Натан, ему говорит, ты согрешил. Царь Давид, царь, вообще, Голиат, он голову отрезал мечом в секунду, воевал там, у него спецназ. Но здесь ему пророк сказал, ты согрешил. Он сразу говорит, да, говорит, согрешил я. Хатати, Лефанеха, согрешил я. И он не начал там кричать, нет, я не согрешил, у меня, значит, есть оправдание, да я не знал, да я не то, да я, да я, да я. Он говорит, да, Хатати, согрешил я. И он что сказал в псалмах, 51-й псалм, 19-й отрывок. Жертва Всевышнему, а жертва – это курбан. Курбан – это как слово «жертва» на русском, это так звучит «жертва». А на иврите – это курбан, курбан – это тот же корень, как приближение. И когда люди приносили жертву, они через жертвоприношение они приближались ко Всевышнему. Так царь Давид сказал в 51-м псалме, что жертвы Всевышнему – дух согрушенный. То есть, когда я убираю свое высокомерие, гордыню, и говорю, меня нет, как Авраама Вину, про отец Авраама, он говорил перед Богом. Он говорит, мани, что я? Он даже не говорил, кто я? Он говорил, что я? Что я вообще? Я само слово, что это я? Вот эта вот личность, история о себе. Афар Ваэфер, он говорит, я – это прах и пепел. То есть, если взять воду и человека выкачать, останется прах и пепел. Царь Давид про себя говорил. Мани, он говорил, кто я? То не что я, Авраам был более скромный. Царь Давид говорил, кто я? Он говорит, я червяк и не человек. А Мушер Абейну, когда к нему пришли люди и говорят, начали кричать, вот, ты вывел нас из Едипта, там, зачем ты нас вывел? Он говорит, вынахнула, он говорит, я вывел? Он говорит, меня вообще нет. Это Всевышний вас вывел. Я просто, как бы, слова передавал. Все, меня, вот как меня. Он говорит, меня нет. И вот это вот, то, что Царь Давид говорил, что когда у человека дух сокрушенный, сердце сокрушенное, удрученное, то Всевышний такого человека прощает, потому что, как бы, этого, вот этого надутого эго, его нет. Я помню, когда-то читал книгу, которую написал, человек по имени Экхартоли. Экхартоли написал книгу, которая называется «Сила настоящего». Power of Now. Сила настоящего. И он говорит, мне так было плохо жить, говорит, я просто вот с ума сходил, так мне было плохо жить на этом свете. Не мог он как-то в своей голове найти место себе. Он говорит, мне было, я вообще не понимал, зачем я, кто я, что. И вот он говорит, я так дико мучился. И как-то, говорит, я проснулся утром, и у меня вот это вот, мои все вот эти вот мысли-мешалки, в которых я не мог найти себе место, вдруг они остановились. И я понял, что меня-то нет. И он понял, что вот это вот я, которому было плохо, это полностью выдуманное, абсолютно несуществующее, искусственная нереальность, да, хотел сказать реальность, это нереальность, это называется эго, это просто беспостоянный набор каких-то идей, которые сами за себя цепляются, но им не на чем держаться. И он говорил, когда вот я это осознал, понял, что я и вот этот набор идей, это вообще разные вещи. В этот момент, он говорит, меня накрыла вот сила настоящего, я вошел вот в этот настоящий момент, и соединился со Всевышним, со своей сущностью, со своей душой. И говорит, я просто два года, у меня улыбка с лица не сходила, так мне было хорошо, потому что я почувствовал вот эту силу настоящего, power of now, силу настоящего. И вот это то, что здесь называется словом смирение. Когда ты смиряешь вот эту свою надутую эго, которая кричит, я, я знаю, я, там, это вот для меня важно. У меня принцип такой. Вот если вот так вот, у меня принцип такой. Вот я не могу. Есть один человек приезжал к своему внуку, такая история. И внук ему говорит, дедушка, ты конфеты мне привез. Он говорит, внук, я плохие конфеты, я не могу покупать. А на хорошие у меня денег нет. У меня принцип такой. Второй он приезжает, ну, говорит, дедушка, конфеты привез. Он говорит, чтобы я тебе привез плохие конфеты, Да я буду не я, я тебе только лучшие конфеты должен привезти. Он говорит, значит, ну ладно, внук ждет, третий раз дедушка приезжает, говорит. Внук ему, дедушка, ну хоть карамельки какие-то привези. Он говорит, пока я жив, мой внук не будет есть в платье конфет. А хороший говорит, нет, 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 нет. И значит, вот есть люди, которые живут в каких-то своих выдуманных принципах. Значит, если да, то нет, если нет, то да, если то, то то. Это все мешает сделать шуву. Раскаяние, это когда человек говорит, вообще что я, откуда я вообще знаю про все в этом мире. Меня научили какие-то люди, а они откуда знают. А их научили, значит, в советской школе. В советской школе это откуда? Концы теряются. Человек говорит, все, это все, что я знаю о жизни, обо всем, это все прошлое. Вот я открываю Тору. Баришит, Барайлутим, это Шамам Ваэта Арыц. Вначале сотворил Бог небо и землю. Ваа Арыц айта тоу вавову. А земля была в начале хаоса. В руах Элоким и Дух Всевышнего, он, Мирахефес, он как бы трепетал над вот этим хаосом. Это то, что в принципе и есть. Есть в этом мире хаос, который материя, энергия и так далее. И Дух Всевышнего, Всесильного, который это все организует. И когда человек говорит, я это душа, которая часть Всевышнего, а мой интеллект, тот, кто организует мою жизнь, это Тора, это воля Всевышнего. Вот тогда он выходит на следующую ступень в своем развитии. Он становится тогда как сын Всевышнего. Это кто? Это тот, кто идет по указам Отца. Да, сын это тот, кто идет по указам Отца. И человек, который начинает жить по Торе, соблюдать заповеди. То он становится как сыну Всевышнего. Как говорил царь Соломон, шмабни мусара виха, слушай, сын мой, наставление отца своего. Валь ты то, что рад им эхай, и не отступай от Торы твоей матери. Царь Соломон, он учился, ему повезло, у него папа был царь Давид. Да. Мама Батшева, воспитатели пророки. У нас с вами, так, конечно, нам, как царю Шломо, не повезло, да, быть настолько близкими, как Всевышнему. Но мы можем изучать его мудрость. Мы можем изучать мудрость царя Давида. Он 150 псалмов, он именно передавал свой ход мысли. Если мы вставим себе мысли царя Давида, вместо мысли из журнала Яралаш, если мы вставим себе мысли царя Соломона, вместо в мире животных передачи и спокойной ночи дети, на которых мы воспитывались, то, конечно, мы будем так же блестить, как Всевышнему, как царь Соломон и царь Давид. А если мы вставим себе Тору в голову, так же, как Мошера Бену Моисей, вот тогда будет интересно. Все, всем удачи, успехов, что Всевышний в заслугу того, что мы к нему приближаемся через изучение Торы, он услышал, знаете как, у человека есть его потребности. Когда он поднимается на следующий уровень в изучении Торы и в близости ко Всевышнему, благодарность, молитва Тора, добрые дела, то тогда его потребности Всевышний наполняет. Поэтому в заслугу, что мы учим Тору, распространяем Тору, соблюдаем, стараемся изо всех сил соблюдать волю Всевышнего, чтобы Всевышний выполнил все наши запросы. Главный запрос, чтобы был мир быстрее, закончилась война везде, чтобы был мир во всем мире, чтобы было здоровье, благополучие, счастье. Внутри и снаружи. Не спит и не дремлет страж Израиля. Это пусть враги боятся. Пусть боятся все враги, они прям трясутся, все этот Иран, он только так счеты раздувает, а от страха трясутся уже. Все, всем удачи и успехов.